Спасибо, дорогие друзья. Рад всех приветствовать. Огромное спасибо, что выделили время для того, чтобы специально здесь, сегодня провести и получить большое количество полезной информации. Сегодня я расскажу вам кейс. Мне попросили рассказать очень-очень много именно полезной информации, и я подумал, не буду рассказывать какую-то теорию, а прямо расскажу на практике. Но перед этим буквально пару слов обо мне. Меня зовут Владимир Бурков, я руководитель группы компании Business Upgrade. Мы занимаемся, мы IT-компания, мы ребята, которые занимаются непосредственно тем, что автоматизируют бизнес-процессы, работают с бизнес-процессами. Сейчас на слайде вы увидите такой замечательный QR-код, который вы сможете использовать, и по этому QR-коду вы непосредственно сможете получить следующее. Это ссылка на мой инстаграм. После того, как вы переходите на мой инстаграм, оставляйте меня сейчас в сторис, публикуйте, подписывайтесь, и я вам всем вышлю замечательный файлик, те, кто это сделает. Замечательный файл. Чек-лист самых важных вещей, которые необходимы при интеграции любой CRM-системы. То есть на что очень важно обратить внимание, на что очень важно посмотреть, то есть вы сможете это увидеть. Ну а теперь давайте непосредственно кейсу. Итак, в общем, дело это было в 2017 году. Замечательная компания. Замечательная компания. Сейчас просто несколько вещей о ней расскажу. Во-первых, это уже компания, которая 20 лет на рынке. У них большое количество сотрудников, у них там коммерческий директор, у них есть большое количество продаж. И то есть ребята уже работают, у них все хорошо. У меня все замечательно, слайд сейчас прилистнется. У них уже все хорошо, у них работает. Но единственный момент, они зарабатывают деньги, но они получают недостаточную прибыль. В один определенный момент собственник понимает, что недостаточно тех инструментов, которые у них сейчас есть. 75 миллионов рублей оборота в месяц. Смотрите, немаленькая компания, 6 направлений различной работы. Вообще компания занимается упаковкой. Один коммерческий директор, 15 продавцов. Средний возраст продавцов этой компании, заметьте, 45 лет. То есть там были как молодые ребята и девушки, так уже достаточно взрослые женщины. Мария Ивановна, до сих пор ее помню, 67 лет, такая-такая-такая серьезная. И в общем, что-то нужно было делать, нужно было приходить и каким-то образом работать. Так как мы занимаемся только автоматизацией, консалтинг это наша какая-то параллельная вещь, то мы в итоге пришли и сказали им, давайте мы увеличим ваши обороты. И мы сделали 7 простых шагов. Первый шаг. Это такой, знаете, шаг ментальный, очень сложный и тем не менее необходим. И тем не менее необходим. Мы сделали штуку, которую еще не делали никогда. Мы просто подумали, что это прям нужно. А по факту мы реально сожгли блокноты. Мы пытались найти видео, мы перерыли абсолютно всю информацию, перерыли абсолютно все то, что у нас было, но прям этого не нашли. Но по факту мы пришли, сказали, что все, с завтрашнего дня мы блокнотами больше не пользуемся, собрали их в большую кучу, вышли. Реально, так как это была территория завода, скинули их все в большой котел и просто подожгли. Зачем? Дело в том, что российская ментальность это не только ментальность рационализма. Если тебе скажут, сделай один, сделай два, сделай три, сделай четыре, сделай пять, и это тебе принесет что-то, то нет. Необходимо для нашего человека, для нашего российского работника, для нашего российского сотрудника какой-то эффект, какой-то позыв. Вы помните все, человек с флагом, человек, который кричит на броневике, и много-много всего. Ну то есть вот этот эмоциональный порыв, это всего лишь был один день, но на протяжении всех трех месяцев работы с компанией мы каждый день вспоминали этот день, когда мы его сожгли. Поэтому я вам со своей стороны предлагаю, сделайте самое простое. Возьмите, устроите пирушку в честь перехода на автоматизацию, устроите какое-нибудь соревнование, устроите какой-нибудь квиз и сделайте именно что-то такое, что покажет, что все, назад дороги нет, и мы начинаем. Следующий шаг. Дальше речь уже пошла более такая теоретическая и более практическая. Мы взяли и выбрали одного единственного ответственного. Это очень важно. Зачастую в компании, если есть собственник, я уверен, что у вас есть, если вы сталкивались с идеей, когда у вас вы пытались внедрить CRM-систему либо внедрить какую-то автоматизацию, где-то это буксовало. Так вот, очень важный момент. У вас, если вы собственник, вы должны найти одного человека, который возьмет знамя автоматизации и будет идти с ним. Вы должны наделить его правами, вы должны наделить его полномочиями всеми возможными, вы должны сделать этого человека единственным лицом, принимающим решения по автоматизации. Почему? Да потому что в этой компании был очень интересный момент, потому что компания работает давно. Все продавцы практически наизусть и лично знают собственника. И каждый, каждый, когда в какой-то момент к нему приходил и говорил, слушайте, мне как-то вот, ну вот, мне это неудобно, мне это не нравится, я не хочу непосредственно этим заниматься. Давайте что делать? И собственник здесь большой молодец. Он просто говорил, слушайте, с меня взятки гладки, есть Сергей, вы работаете с ним. И у вас должен быть этот условный Сергей. Вы должны прекрасно это понимать. Вы делите одного человека, вы можете дополнительно мотивировать его, вы можете дополнительно дать ему какие-то, ну не знаю, опять же полномочия. В нашем случае это был коммерческий директор, и абсолютно все, что касалось автоматизации, было связано с ним. Второй шаг. Выберите ответственного. Следующий шаг. Это уже пошло непосредственно с возможностями и к автоматизации. Очень интересный кейс. Не могу с вами общаться напрямую, но просто подумайте над тем, как много всего ломается от того, что мы не готовы принимать ответственность за то, что будет дальше. И здесь мы напрямую сразу же отказались от пробных запусков. Очень, 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 очень часто люди говорят, а давайте мы сначала внедрим вот на маленьком отделе. Либо давайте мы все как работали, так и работали, но изначально будут типа работать с этим только 2-3 человека, либо 3 человека из отдела, либо что-то. Нет. Мы сразу сказали, мосты сожжены, назад дороги нет. Мы приняли решение по автоматизации, и соответственно, весь отдел продаж, давайте, опять же, это очень важный момент, не вся компания, безусловно, но весь отдел продаж начал работать только в CRM. Больше нигде. Они остались там. Поэтому еще раз вас прошу, никаких пробных запусков, никаких возможностей, ну вот давайте я себе оставляю небольшой риск, а вдруг у меня не получится, а вдруг вот здесь что-то не пойдет, тогда мы можем откатиться. На самом деле, если все сделано правильно, все получится, откатываться никуда не нужно будет, и эффект будет настолько сильным, насколько вы еще никогда, никогда, никогда не предполагали. Следующее. Дальше мы полезли непосредственно в техническую составляющую компании. Мы попытались понять, а почему сейчас компания зарабатывает немного меньше. Здесь мы столкнулись с моей любимой темой автоматизации телефоней. Представьте, компания 20 лет на рынке, 15 продавцов, она работает по всей России и по очень многим компаниям СНГ. А теперь на секунду. Как вы считаете, какое количество звонков в процентах из 100% отвечают в этой компании? На какое количество звонков? Буквально 3 секунды вам на соображение, представьте себе в голове. Раз, два, три. А теперь правильный ответ. 47. Всего лишь 47% всех входящих звонков в огромную большую компанию с 70-миллионным оборотом в месяц доходит и разговаривает. Ну условно, мы на самом деле просто начали анализировать и посмотрели, что больше половины звонков просто никуда не доходит. Человек звонит, 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 звонит. В итоге гудки, и он звонит в следующую компанию, потом еще одну, потом еще одну, потом еще одну. Вот этот вопрос мы решили следующим кейсом. Он такой немножко интересный, взят немного Ника Брэнсона, если не ошибаюсь. Мы тогда им вдохновлялись. На следующем слайде сейчас вы увидите, каким образом мы распределили поток звонков. А было это следующим образом. В рамках автоматизации вы можете настроить приход вашего звонка в компанию таким образом. Ну давайте я расскажу, как это было здесь. Звонит нам клиент в эту компанию. Система автоматически понимает, если этот клиент старый и он уже работал с кем-то, то он автоматически переводит его на того менеджера, с кем он работал, кому он рассказывал свою историю, с кем он уже общался, для того, чтобы избежать этот огромный бюрократический процесс. Но теперь дальше интересно. А если клиент новый, мы вообще о нем ничего не знаем? То в этом случае система работала следующим образом. Система автоматически понимала код региона компании. И вместо того, чтобы определить его на всех менеджеров, она просто брала и перераспределяла его на специалиста, ответственный за данный регион. И он уже сразу понимал, откуда ему звонят. С Кемеровской области, с Иркутской области, с Красноярского края, с Новосибирской области. Я сразу же мог понять, откуда со мной разговаривает клиент, сразу же понять ценники и все. Ну а теперь дальше. Ну, как бы распределили, да? Ну а если не возьмут звонок, то каким образом будет делать? Здесь мы пошли на переговоры непосредственно с собственником и с коммерческим директором. Что делала система? Если клиент звонил, и после четырех отвеченных гудков ему никто не отвечал, то система работала следующим образом. Система автоматически переводила звонок на коммерческого директора, включалось авиар-приветствие со словами «Добрый день, меня зовут коммерческий директор такой-такой компании». Сергей Сергеев, я благодарю вас за то, что вы дождались эти четыре гудка, и хочу вам сказать, что вы получили 5% скидки от нас за тот факт, что мы доставили вас долго ждать. И в этот момент система автоматически депримировала всех сотрудников отдела продаж на ту самую скидку в 5%. Прикиньте, сразу же, в этот же момент. Но дальше интереснее. Ну, коммерческий директор тоже такой достаточно занятой человек, все как и бывает. Но он согласился на это. После того, как звонок переадресовывался на сотовый коммерческого директора, и проходило еще пять гудков, и коммерческий директор не брал трубку, то звонок перераспределялся на генерального директора. И шло новое авиар-приветствие. Добрый день, дорогие друзья, это генеральный директор компании, меня зовут такой-такой-то. Я реально не факт, что отвечу сейчас на звонок, но поздравляю вас, вы получили 10% скидки от нашей компании уже. Прикиньте, кайф. Моментальная система круговой поруки. То есть каждый прекрасно понимал, что он может лишиться большого количества денежных средств. Ну, генеральный директор реально не брал трубку, но давайте честно. Вот как есть, за три месяца до Гена не дозвонился ни один человек. Ни один. Количество отвеченных звонков в компанию увеличилось до 97%. С тремя процентами мы боролись, и тем не менее, 47,97. Простая система автоматизации. 500-рублевое IVR-приветствие на обыкновенный телефон, записанное, увеличило количество обрабатываемых заявок в два раза. Смотрите очень внимательно на свои ответы. Следующий момент. Следующий пункт, который мы сделали, это у нас уже, если не ошибаюсь, шаг номер 5. Мы... Так, следующий пункт. Сейчас, 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 я вспомню. Следующий пункт, который мы сделали, интегрировали систему 40-30-20. Давайте следующий слайд, и я покажу о нем, о чем идет речь. Как часто распределяются звонки? Посмотрите внимательно на слайд. Как часто распределяются звонки? У нас есть, представьте, что у нас есть три менеджера. Один из них опытный, второй такой нормальный, а третий новичок. Опытный специалист, его конверсия 40%. Ну, то есть, из 10 заявок он делает 4 заявки, переводит непосредственно в продажу. Средний 30, обыкновенный 20. Как мы обычно распределяем звонки? Все звонки распределяются на каждого специалиста. Ну, кто первый взял трубку, тот, соответственно, и молодец, тот, соответственно, и отработал. Так как мы сделали? Ну, то есть, если посмотреть математику, самая простая, 8, 6,4 сделки. Итого, мы получаем количество сделок. Следующий слайд. Мы получаем количество сделок в размере 18 штук. Смотрите, обыкновенный поток. А теперь, что сделали мы? Сейчас мы вам покажем. Как можно перенастроить звонки? По факту, в любой CRM-системе вы можете отслеживать эффективность каждого менеджера по тем или иным показателям. Конвертация, скорость работы, количество сделок, и вы можете самостоятельно настроить перераспределение сделок по каждому менеджеру. Так, в общем, что сделали мы? Мы взяли и сделали следующим образом, что сначала все звонки и все заявки, которые поступают от клиентов, перераспределяются на опытного менеджера. После того, если он не может, либо у него количество заявок слишком большое, они перераспределялись последовательно на среднего и дальше на новичка. И по факту, как в примере мы сейчас покажем, то есть распределение звонков условно и лидов 30, 20, 10, мы делаем немного больше конверсий, совсем чуть-чуть. Смотрите, количество звонков и лидов не изменилось. Количество людей и их опыт не поменялся. Мы ничего с них не сделали. Но общее количество продаж, и это следующий слайд, у них стало 20. То есть по факту мы увеличили количество сделок, просто количество конверсий на 10%. Ничего абсолютно не изменяли. Круто же. Ну круто на самом деле. Плюс смотрите, очень важный момент. Очень многие, ну я не знаю, по крайней мере у нас это точно есть, в нашей компании, о чем мы переживаем. У нас эта штука работает хорошо. Бывает такой момент, когда мы переживаем, когда берем новичка. Мы его как бы включаем в общую систему, он работает вместе со всеми. Но я как руководитель, когда звонок идет у новичка, прям такой, прям переживаю, что этот лид стоил энное количество денег, как его сейчас отработают, все ли будет хорошо. Но здесь в том числе, наверное, уходит некое такое мое психологическое, психологически такой мой негативный настрой в пользу именно того, что я обучаю нового сотрудника, не инвестирую в это огромное количество денег и при этом все равно получаю необходимую мне эффективность. Окей. Следующий пункт правила 40, 30, 20. Запомните, все очень просто, так же определяется и очень легко делается непосредственно в системе. Мотивация. Деньги. Ну, на самом деле, я как продавец мотивирован всегда только на одно, на деньги. Безусловно, мои коллеги уже разговаривали, что сейчас время поменялось, о том, что команду нужно мотивировать по-разному. Я, наверное, буду говорить именно об отделе продаж и все, что с этим связано. По факту, мотивация продавцов, хороших продавцов, на мой взгляд, всегда зависит от одного. Хороший продавец только тот, кто зарабатывает много денег. У продавца не должна быть мотивация... А какое у меня сегодня настроение? Продавца не должна быть мотивация на коллектив. У продавца не должна быть мотивация еще на что-то эфемерное. Продавец – это тот человек, который должен вгрызаться в клиента и видеть условно в каждом клиенте возможность заработать себе и заработать в компании. И самое главное – при этом сделать клиента очень круто. Так, в общем, если мы берем именно один показатель деньги, то любая CRM-система может вам помочь эту мотивацию достаточно легко отслеживать. По двум причинам. Первое. Что мы сделали? С этого дня... А, ну, во-первых, до этого мотивация в компании считалась... Ну, друзья, Excel, ничего сверхъестественного, каждый забивал свою продажу в итоге в Excel, в итоге там продажа составалась, не составлялась, получалась, не получалась, вопрос дебиторки, не дебиторки, очень много всего, 18 файлов Excel, и в итоге когда-то они получали денежные средства. Это хорошо, вопросов здесь никаких нет, но мы сделали систему мотивации, основанную только на показателях в CRM-системе. Как нам это помогло? Первое. Мы не выплачивали мотивацию сотрудникам во второй месяц, не в первый, во второй, в первый это был показательный такой, мы сказали, а вот теперь смотрите, как будет. А во второй месяц мы не выплачивали денежные средства, если в данной продаже не было в CRM-системе. Ну, то есть он мог ее составить, он мог провести огромнейшее количество переговоров, сделать все круто, переговорить по своему личному номеру телефона, съездить к клиенту, но не занести ее, и он не получал с этого денег. И уже на следующий месяц изначально мы решили вопрос, во-первых, заполнение CRM-системы, а это один из самых больших и сложных случаев вообще, ну, когда дестабилизация идет работы, это первый момент. А второй момент, мы столкнулись с тем, что на третий месяц люди, начиная забивать все продажи, все коммуникации, все диалоги с клиентами, все CRM-ку, поняли, что если мы сейчас что-то не вобьем, то я, наверное, у меня как-то отключится. Если мы сейчас каким-то образом что-то не сделаем, то у меня также каким-то образом что-то может не получиться, либо, ну, я не увижу ту информацию, которая мне необходима. Ну, то есть вот этот вопрос мы решили сразу же. Ну, и во-вторых, любая планерка с точки зрения сотрудника. Сотрудник не говорит какие-то эфемерные цифры, сотрудник не говорит какие-то эфемерные планы. Он заходит в CRM и только из CRM читает. У меня было такое-то количество звонков, у меня было такое-то количество первых встреч, у меня было такое-то количество потенциальных клиентов, такое-то количество встреч, которых я отметил, на которых я был в CRM-ке. И здесь, кстати, тоже очень важный момент, у них оплачивалось ГСМ. ГСМ тоже стало оплачиваться только по тем показателям, которые были в CRM. Вот такое-то количество денежных средств я заработал. Вот такое-то количество денежных средств мы ему выплатили. И здесь очень важно, чтобы не было, знаете, ну, не люблю это слово, и тем не менее, какого-то самодурства со стороны. Мы так сделали, смотрите, внимательно читайте, внимательно наблюдайте непосредственно за тем, что есть. Круто, помогает, делает. И самое главное, еще раз, из нашего опыта мы порядка 250 проектов, более 250 уже, наверное, 50 проектов реализовали. И половина из возможных нереализованных проектов – это всегда саботаж со стороны сотрудников. Я не буду заполнять, я не хочу это делать, я не буду никаким образом лезть. Раньше было лучше, а я вам напомню, возраст Марии Ивановны, 67 лет. Представляете, какой набор скепсиса был с ее стороны? Она в свое время на 1С-ку-то переходила с большими проблемами, а здесь момент. Нет, но нормально, все хорошо, все перешло. Собственно, Мария Ивановна это и был тот самый человек, который не получил во второй месяц все свои денежные средства, но все они подписали систему мотивации, все они подписали соглашение, доп. соглашение к договору о трудоустройстве, и у них это все было прописано. И на третий месяц все заработало. Знаете, в чем самая интересная вещь? Мы, как автоматизаторы, очень четко отслеживаем этот момент. После трех месяцев мы ушли, компания работает, все, слава богу, у них растут, развиваются, вводят новые вещи, периодически общаемся с собственником, но компания находится у нас на абонентском обслуживании, то есть мы просто технически ее сопровождаем. И вот не дай бог сейчас в какой-то момент по какой-то причине ляжет сервер, на котором лежит CRM, мы увидим у себя в чате вот такое количество сообщений. Не работает, невозможно сделать, не можем отработать, почему не работает, и так далее, и так далее, и тому подобное. Понятно, что это все быстро чинится, но эффект тех людей, которые изначально максимально были против, максимально были против, к тому, что сейчас они без этого инструмента не могут, очень показательный. Но один из вариантов, о которых хочется тоже сказать, помните всегда, когда у вас возникает мысль о том, что сложно вводить и не придут к новому инструменту, вспомните, как всех наших замечательных бухгалтеров сначала с обыкновенных бумаг переводили на другие бухгалтерские программы. И эти ребята настолько отказывались. А сейчас попробуй любого бухгалтера перевести с продуктов в бухгалтерию. Да, вообще, дохлый номер. Выстраиваете мотивацию только в CRM, только на основе CRM и всех показателей. И самый последний седьмой этап, самый последний седьмой шаг. Он самый тяжелый. На самом деле для всех был, и в том числе для нас. Вступая на дорогу автоматизации, вступая на дорогу улучшения кампании, мы должны принять тот факт, что эту дорогу могут пройти не все. Когда мы заходим в компанию, когда мы начинаем работать, мы понимаем, что мы так или иначе столкнемся с каким-то саботажем, столкнемся с каким-то негодованием со стороны сотрудников, мы всегда спрашиваем собственника, либо человека ответственного за автоматизацию. Скажите, пожалуйста, у вас есть так называемые золотые коровы? Это те самые люди, на которых, может быть, там есть большой кусок бизнеса, либо есть какой-то большой, там, не знаю, значимость, либо это самый старый друг собственника, который с ним с самого начала, и они всю дорогу прошли. Так вот, знаете, в данный момент при формировании бизнеса невозможно работать без понимания того, что та самая золотая корова может из компании уйти. И причем она уйдет не сама, а вы должны будете попросить в случае чего ее уйти. В нашем случае это произошло таким образом. Был один сотрудник, который на самом деле делал порядка 10% продаж, он пользовался уважением. Это был не лидер мнения, на самом деле здесь нам очень хорошо повезло. Но негатива, саботажа и, знаете, вот этой токсичности было настолько много, что с ним сначала поговорили один раз, с ним поговорили второй, третий, четвертый, пятый. И после определенного времени руководитель проекта, мы пришли и сели и сказали о том, что уважаемый собственник, мы прекрасно понимаем, но мы понимаем, что вы не сможете расти, если с этим сотрудником что-то не произойдет. Собственник сам переговорил с сотрудником, сказал, следующий шаг, я переговорю, все будет хорошо, но это не помогло. Саботаж и токсичность остановились. И мы приняли решение данного сотрудника уволить. Страшно, сложно, тяжело, самое главное морально, да. Но здесь хорошее выражение, незаменимых людей не бывает, и как показала практика, да, какое-то количество клиентов мы потеряли, да, какое-то количество клиентов перешло к другим, база осталась, потому что база вся находилась уже на тот момент CRM-системе, но потери были не настолько высоки, насколько был виден эффект. Все остальные взбодрились, встрепенулись, пошли такие, все окей, хорошо, никто не мешает, нет какого-то человека, который будет говорить нам то, что нам не нравится. И работа прям пошла. Это было на самом деле начиная со второго месяца. Цифры итоговые покажу чуть-чуть дальше. Суть следующая, что вы должны быть морально готовы к тому, чтобы этого человека брать. Это сложно. Есть еще дополнительный вариант, который мы тоже предлагали собственнику, но это, к сожалению, в той компании невозможно было сделать, перевести самого токсичного и самого золотого, так сказать, сотрудника, может быть, это может быть даже звезда, в другой отдел, в другое направление, выделить ему вообще отдельного какое-то направление, чтобы он только там работал. Но ни в коем случае не оставляйте его в коллективе. Вам это не поможет. Самое сложное, приняли решение уволить следующего сотрудника. Ну и давайте будем подводить определенные итоги всего моего такого семиэтапного спича. В данный момент CRM-системы, следующее, в данный момент CRM-системы – это один из самых простых и самых легких. А, да, не сказал же, друзья мои, 3 месяца, все очень просто. 3 месяца, 34% и 105 миллионов оборотов в месяц. Я не могу сказать, что это все было только благодаря автоматизации. Нет ни в коем случае. Слаженная команда, работа коммерческого директора, отличные продажи, где-то проводили обучение, где-то работали. Но, друзья мои, просто так 34% выручки за 3 месяца не увеличиваются, продукт остался тот же, команда осталась та же. Все осталось таким же образом. Но просто есть цифры увеличения. И я думаю, те, кто уже работал с программами CRM-системы, уже знают, уже работали и уже видели те же самые результаты. Ну, а теперь давайте подведу итоги. Важный момент. Автоматизация до сих пор остается самым простым и самым понятным способом выделиться на фоне других компаний. Продукт зачастую не меняется. Какие-то ноу-хау вводить даже не надо. Вы должны понимать, что на текущий момент CRM-системы... Следующий слайд, покажите, коллеги. Что на текущий момент CRM-системы... Ну, вот сейчас мы покажем вам исследование. На текущий момент... Это исследование на 2020 год. На текущий момент CRM-системы внедрили 14% микрокомпаний, 18% малого бизнеса и 15% средних и крупных компаний. То есть даже если у вас везде CRM-ки на устах, то я вам говорю, что в большинстве своих о них даже никто не знает. А это такой простой и понятный инструмент, с которым можно работать. А следующий слайд вообще самый потрясающий. А теперь представьте, какое количество компаний вы можете взять и просто обогнать тем, что вы внедряете в себя системы автоматизации. Те же самые цифры, официальный запрос. Но я вам еще, знаете, могу сказать из предыдущего слайда о том, что даже те, кто внедрил, не пользуются ими на самом деле до конца. Поэтому я надеюсь, мой спич о семи простых шагах был вам полезен. Я надеюсь, что вы будете его, самое главное, использовать и сможете, давайте честно, морально к этому быть готовы, подготовиться. Ну и успехов вам в автоматизации вашего бизнеса. Сжигайте блокноты. Владимир Бурков. Владимир, спасибо большое. Спасибо. Было очень эмоционально, было очень круто. Ну и, соответственно, большое количество вопросов от наших участников. Прямо большое-большое. Прямо большое-большое. Ну и от себя лично тоже задам. Но чуть попозже. Сначала те вопросы, которые поступали к нам в чат. Можно следующий слайд мне, да. Включите, пожалуйста. Давайте. Ну, все-таки, как определить человека, который будет нести знамя того самого интегратора за внедрение СРМ в организацию? Что от него требуется? Какие компетенции? Крутой, крутой вопрос. Давайте так. Первое. Лучше всего за это непосредственно будет отвечать новый сотрудник. Самое удобное, самое хорошее, самое действенное. Если этот сотрудник вообще пришел только что в компанию, вы его дали, он еще ни с кем не подвяз отношениями. Это такой бюрократ. Все хорошо, все замечательно. Это раз. Второе. Это лидер мнения. Но вы должны прекрасно понимать, что лидер мнения, как только он станет и будет, даже если он согласится на все ваши уговоры и согласие работать непосредственно над автоматизацией, как только он станет нести этот флаг, он может перестать быть лидером мнения. И вот здесь как раз те самые полномочия, которые вы должны оставить, у него безграничная власть, просто перчатка бесконечности у него должна быть на руке по щелчку, он должен решать любые вопросы. Без вас все сотрудники должны прекрасно знать, что он единственный, кто даст ответ. Потому что если хотя бы один раз сначала спросят его, он скажет А, а потом спросят вас как собственника, вы скажете Б, то все. Это путь в никуда. Да, Владимир, спасибо, надеюсь, мы ответили. Как все-таки справиться, ну, Владимир уже касался этой темы, да, и в принципе рассказал, но все-таки, видимо, нужно еще больше на это внимание заострить. Как справиться с сопротивлением со стороны коллектива при автоматизации? Ну, первое, это, конечно же, показать далекое перспективное будущее, а зачастую недалекое, как в нашем примере. Опять же, я говорю еще раз, эта компания, она большая, но пример как раз показан на колорите. Потому что все думают, что большие компании неповоротливые. Вот вам три месяца, вот вам увеличение объема. Все работает, все хорошо. Первое, то есть показать перспективы зарабатывать больше денег. Как только начинают сотрудники зарабатывать больше денег, демотивация уходит, все сразу же готовы. Это раз. Второе, отчеты и все полностью показатели только в CRM-системе. Это второе. Третий вариант, который я бы предложил, ну, если у вас есть деньги, внедрите небольшую мотивацию за то, что вы используете CRM. Друзья, за так, как это новый продукт, и мы это делаем, как вы знаете, у нас обычно берут, новые задачи ставят, а денег не увеличивают. Вот не будьте такими людьми на чуть-чуть, условно, на тысячу рублей, либо на какие-нибудь 500 рублей за внедрение CRM, бонус, обязательная приплата будет. И вот такими какими-то вещами можно говорить. У нас в свое время в одном из кейсов была компания, которая каждую пятницу собиралась и обсуждала, чем нам помогает CRM и чем нам мешает. Это был очень кайфовый момент, когда все говорили прям, вот это, вот это, вот это, круто, это, круто, это, круто, вот это нужно добавить. И те, кто не понимал и не видел, что это типа круто, такие, о, а оказывается я на это не обращал внимания, а негативные моменты по возможности мы сразу из CRM-системы убирали и, то есть, делали такой, знаешь, гранили алмаз, превращая его в некий бриллиант. Интересный третий пункт, да, что мы мотивируем деньгами, чтобы ты зарабатывал деньги, получал свою зарплату, ну, больше зарабатывал, да? Мне очень нравится, что ты именно на этом пункте зафиксировался, да. Просто сама по себе идея, да, автоматизация, это, наоборот, как раз увеличение дохода, не только компания, но еще... В нашей стране, да, в нашей стране, да, чтобы ты понимал, в России, ну, как мы уже говорили, то есть, проникновение CRM-систем очень небольшое, там, условно, до 20%, там, может быть, где-то в каких-то отраслях, там, чуть-чуть выше, где-то чуть выше, чуть больше. В западных странах и туда за океаном вы должны понимать, что там CRM-системы есть, ну, 90% компаний. И там CRM-система интегрируется не с целью увеличения продаж, нет, а увеличивается, а интегрируется с целью сокращения времени работы сотрудника на единицу времени. То есть, это следующий этап, который нам, конечно же, предстоит, это любая компания, которая интегрировала себе CRM-ку, она прям к этому перейдет. Потому что один час работы сотрудника прям дорогой у них там, очень дорогой, и им нужно, чтобы за этот час сотрудник успевал гораздо больше. То есть, получается, это инструмент снижения, то есть, самая главная голя для предпринимателей, это фонд оплаты труда? Не снижение, конечно же, а вот, наверное, оптимизация правильно, в правильном ключе. Ни в коем случае CRM-ка нет идеи, типа, мы вам платим меньше. Абсолютно, у абсолютного большинства компаний, где CRM-система появилась, сотрудники начали зарабатывать гораздо больше. Супер, спасибо. Еще вопрос. По вашему мнению, какой возраст подходит для менеджера по продаже? Ой, как хорошо, спасибо за вопрос. Давайте скажем так, возраст здесь не главное, главное состояние души и финансовые проблемы этого человека. Ну, то есть, если он продажник внутри, он любит разговоры, очень важный фактор, любит людей, это хорошо. А если у него еще на что-то ему очень сильно нужны деньги, не обязательно эта проблема, может быть, это какая-то мечта, может быть, это мечта, может быть, даже не своя, что еще лучше, а близкого человека, родителей, супруги, детей, то это самый лучший сильный мотиватор, на который стоит обращать внимание, в том числе и на собеседованиях при приеме менеджера по продажу. Да, но если вспомнить нашего первого спикера Кристина Захарова, то еще не забываем смотреть сети, да? Да, да, обязательно. Я, когда приехал в Новосибирск, я прям почистил все, я не забывал. Да, отлично. Ну, еще вопрос, кто должен вводить клиентов в CRM? Вводить клиентов? Вводить. Слушайте, у всех компаний всегда по-разному. В идеале клиенты должны автоматически появляться в CRM-системе, когда производят касание с вашей компанией. Это может быть звонок, и тогда лица этим звонком автоматически попадает в CRM-систему. Это может быть заявка на сайте, и тогда она должна падать не на почту, а падать сразу же непосредственно в CRM-систему. Это может быть касание непосредственно на самом сайте, в рамках какой-нибудь коммуникации, в WhatsApp, в Telegram, в Instagram, в Facebook, в ВКонтакте. То есть везде, где нас коснулся человек, клиент должен непосредственно оказаться в CRM-системе. А вот его актуализацию, может быть, сегментацию по каким-то направлениям, качественной, некачественной, всегда возможно, уже делает менеджер по продажам, либо отдел сопровождения, который выводит клиента на следующего менеджера. Ну еще один вопрос. Давай. В финале нашего с твоего диалога пофантазируем чуть-чуть, чтобы ты еще автоматизировал. А, хорошо, давай. Я бы автоматизировал движение на работу, мне здесь нужны телепорты. Но это к вопросу о том, что можно работать из дома сейчас уже очень хорошо. Слушай, знаешь, я бы, я сейчас на самом деле к этому очень сильно иду, я бы автоматизировал распределение всех финансовых средств по всем направлениям, которые у меня есть. Но это такая моя боль, у меня очень много платежей, везде-везде-везде микроплатежей за эти, за эти, за эти. Но мы к этому идем, поэтому это такая не столько мечта, сколько действие, к которому я иду. Это моя личная такая. Ну и скорая реальность. Безусловно, да, конечно. Спасибо, Владимир. Спасибо тебе большое. Владимир Бурков, группа компании Business Upgrade. Владимир, ну успехов автоматизации, автоматизировать все, что только можно автоматизировать. Ну и хороших, благодарных клиентов. Спасибо большое. Спасибо, друзья.